Следующий вопрос. Средства массовой информации пишут, что Такаев как бы ведет независимую политику от Путина. Дали разрешение на митинг в Астане 25 июня, якобы митинг в поддержку Украины в Астане. Значит ли, что Казахстан встал на сторону Украины и не будет помогать Путину? Ну вы видите, что Такаев в Москве средства массовой информации российских заявляет, что да, Казахстан поддержит Россию, но вот и против санкций ничего не может сделать, не будет их нарушать, помогать России не будет. И российские средства массовой информации это тиражирует. Вы можете себе представить, чтобы российские средства массовой информации открыто показывали человек, который говорит, не мы вам не будем помогать. Это постановка и вот он там значит еще заявляет разные слова, ну типа мы конечно поддерживаем Москву, но тем не менее считаем, что вот ДНР и ЛНР неправильно. То есть я уже ранее пояснял у Казахстана в лице Токаева роль конкретная, если такой отмороженный Лукашенко уже видно прямо работает вместе в тандеме с Путиным, с территории Беларуси запускает ракеты, двигаются военные, атакуют военные по сути дела. То есть он его прямой, даже не союзник, он его подчиненный вассал, то в случае с Токаевым это просто роль для того, чтобы избегать помогать России санкций. Я сейчас позже откомментирую, каким образом это происходит. Поэтому то, что вы видите и то, что его показывает по всем каналам российским, когда такие фразы говорят, то есть это только для того, чтобы продемонстрировать, что якобы Казахстан независим от Путина, он проводит самостоятельную политику, чтобы не попасть под вторичные санкции. Как Токаев сказал, есть угроза попадания под вторичные санкции, мы этого не можем допустить. То есть вы понимаете, да, в чем суть его и роль. Поэтому здесь тоже не нужно заблуждаться. Ну и потом вы должны знать, вы послушайте, что он говорит. Такой вот трусливый Токаев, который открывал памятник Назарбаева, говорил, все время книжки писал о том, какой великий Ельбасы. Вдруг он заговорил о том, что журналисту из России, это тиражит российский канал 24, говорит, что некоторые в России заблуждаются, считая, что это в январе Россия нам помогла в борьбе против мифических 20 тысяч террористов. Слушайтесь. Это звучит по российскому каналу 24. Это, говорит, не Россия нам помогла, это нам некая организация ОДКБ, они впервые за 30 лет сработали и помогли нам. А мы тоже члены ОДКБ. А что такое ОДКБ? ОДКБ это Россия. Что было в январе? 100 человек, максимум военнослужащих из Кыргызстана, такое же количество из, в лучшем случае, из Армении, там, по-моему, 70 человек, они сказали, из Белоруссии. Все остальное, минимум 100 самолетов привозили российские войска, российскую технику. И что нам этот, так называемый, в кавычках, дипломат рассказывает, что ОДКБ это некая организация, в котором вообще, типа, все есть, не одна Россия. Там нет России, нет ОДКБ. И вот представьте, этот человек нагло и открыто, лицемерно лжет. И все знают, что такое ОДКБ. И это показывает по каналам России 24. Почему? Да там слово произнесешь не так, сразу статья катит в России. Дискредитация войны, это не война, это спецоперации и так далее. А тут по всем российским каналам показывают. Почему? Чтобы продемонстрировать, что якобы Токаев независимый президент. Это Путин никогда этого не допустит, если у него нет замыслов. А замысл у него простой, сделать из Казахстана заднюю дверь и втаскивать товары. Поэтому тоже не нужно этому верить. Вы знаете, что все самолеты в ОДКБ прилетали российские. Не белорусские, не армянские, не кыргызские с войсками, именно российские.